Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в основном будет организована в стенах лечебных учреждений. Однако, если в конкретном учебном заведении будет большое количество желающих привиться, вакцинацию смогут провести в медицинском кабинете образовательного учреждения. Вакцинировать будут несовершеннолетних от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». По сути, это аналог «Спутника Ви». Разница состоит в дозировке, она уменьшена в пять раз. Поступление вакцины для подростков в нашем регионе ожидает уже в этом месяце. И как только она поступит в медицинские учреждения, детей начнут прививать. Уже сейчас у нас не менее 5 тысяч. По последней информации у них говорили, что это было порядка 5200 заявлений от родителей, когда мы получили согласие на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В облздраве отмечают, вакцинация от коронавируса детей сейчас актуальна в связи с началом распространения по области нового штамма – омикрон. Он считается в десятки раз заразнее, чем предыдущие. По прогнозам, дети будут болеть активно. В связи с этим, именно по оказанию медицинской помощи детям сейчас департамент разрабатывает новую логистику. Возможно, придется под красные зоны закрывать ряд больниц. Например, для Гуся Хрустального мы уже планируем, что детская больница может так случиться, что в полном объеме перейдет на работу как красная зона. С сохранением, безусловно, неотложной медицинской помощи для детей по любым другим профилям. А областная клиническая больница со своей стороны готовится к тому, что весь специализированный объем медицинской помощи они должны будут забрать на себя. То есть мы готовимся к масштабному перераспределению потоков пациентов внутри области. Такого еще не было. Аналогичные изменения, возможно, произойдут и в медицинских учреждениях для взрослого населения, поликлиники и больницы. Закрывать под красные зоны придется из-за большого количества заболевших. Напомню, Владимирский облздрав прогнозирует, что в эту пятую волну коронавируса переболеют порядка 50% населения Владимирской области.